Мы уходим на острове Пандана. Мы на земле Пандана. Кто в доме хозяек? Кто в тумаке? Так у нас домик со стороны моря. Огно-то какое паршивое. Такие бунгалот здесь есть. Иду по морю уже по колено в воде. Я говорю долго идти сюда, чтобы купаться. На башку может запросто упасть. Снимаем байки. Доброе утро всем. Вот и проснулись мы на острове Панган. В каком рессорте мы вчера заселились. Вот так выглядит наш домик со стороны моря. В принципе переночевать. Конечно всяких мелочей очень много. Ну и думаю не стоит на это обращать внимание. Тем более когда отдыхаешь. Должны быть положительные у тебя впечатления. И думать надо только о хорошем. Сейчас посмотрим какой здесь пляж. Вчера так и не искупались. Поздно. Приехали устали. Пошли в кафешку. Перекусили. Цены здесь конечно подороже чем в Паттайе. Да и в Севене тоже продукты дороже стоят. Зато море здесь очень рядышком. Кокосики такие валяются уже убитые. Тучки сегодня. На небе тучи. Такие лежаки здесь есть. Сейчас посмотрим какое здесь дно. Но он судя по тому что люди зашли в воду. Здесь мелковато. Девять часов утра. А уже жарко. Вот такое морюшко здесь. Водоросли плавают. Водичка хорошая освежает. Вообще ништяк. Ой. Огно то какое паршивое. Здесь не песочек а камешки. Ёпарасете. Как пройти бы туда подальше. Напротив остров Самуи. Так-то пляж красивый. Пальмочки растут. Водичка по температуре прелесть. Граусов наверное 27-28 вообще классно. А вот в море дно подкачало. Во-первых камни острые. И камни и кораллы и ракушки. Все вместе. Очень трудно идти. Да и к тому же очень мелко. Очень мелко. Вон люди ходят. Как далеко зашли уже. Все мелко. Смотри вон где волны разбиваются. Вон видишь. Это только там получается. Глубоко. Кошмар. Нет. Надо с этого райончика. Райончик называется Танксала. Надо отсюда валить все-таки. Но я за трое суток уже заплатил. Платил вчера наличкой, а не наличкой беру. Нет. То что забронировали. Без карт. Бронирование без карт. И в Коко, и в Тропикане от соседних где я жил. Потому что махнем куда-нибудь сразу. Так я заплатил уже за трое суток. Что кабата в сутки стоит. Такие бунгало здесь есть. Вот такие интересно сколько стоят бунгало. Смотри он огромный получается. А ну да на двое хозяев. Взять. Пройтись поспрашивать надо. Потому что не охота на пляже ночевать то будет. На пляже жить не охота. Вот такая здесь водичка. Как-то чистенькая водичка. Но мелкая и мелкая. Вот такой пляжик здесь. Иду по морю уже. По колено в воде. А глубины еще и нет в помине. Водичка зато чистая вообще классная. Вот так вот он пошел от берега. Но здесь хоть дно хорошего. Песочек приятный на ощупь. Ну как? А? Это разве что сюда заходить с нашего пляжа. И здесь купаться. Так-то по морю прогуляться конечно классно. Релаксово. Ладно. Надо идти поесть что-нибудь. Вот такой мы себе завтрак сегодня соорудили. в Севене купили. Благо здесь у нас есть кухонка. Вот с таким видом. Будем завтракать сейчас. Кайф-то! Жизнь хороша. Когда пьешь не спеша. Вот наш отельчик Тропикана. Ресорт. Я пошел в другую сторону. В сторону получается пирса. На который мы прибыли. Прошелся немножко. Вот здесь тоже такой ресорт. Находятся. Страшновастенькие правда. Какие-то домики совсем серенькие. Вот это то. По центральной аллейке. Вот такие огромные пальмы с капкосами. Кайф-то! Место конечно такое. На троечку. Только пальмы конечно здесь красивые. Но на башку может запросто упасть. Такую капусту. Мало не покажется. Все. Надо ехать сегодня после обеда. В район пляжа Салат. Посмотрим там жилье. Там же рядом остров Кама есть. Тоже красивый туда переход. По песчаной косе. Ну а вообще так то конечно релакс. Море. Солнце. Пляж. Девчонки гуляют. Купаются. Все загорают. Красота конечно. Небо хмурится. Как раз нормально после обеда можно будет съездить. Посмотреть на северо-запаз острова. Снимаем байки. Вернее я уже снял. Дима он пытается PSX взять. Так же сам ключ вставляй. Тут нет ключа. Ух ты. Вообще модный. Ну посмотри там должно быть деление значит. Круто. Круто. У меня получилось 200 бат. За этот байк. Это хонда клик 125. Вот в этой модели тропикана мы сняли. Паспорт правда забрали. Ну ладно. Сколько? 7200. Но это тоже вполне прилично. Полный бензин. У тебя полный. У меня два деления всего бензина. Не торговались. Первоначальная цена 300. За хонду клик просили 250. Но торговались за 200. Вот так вот здесь снимаем байки. Хорошо если есть аренда байка прямо в отеле в котором ты живешь. Но мы сделали по другому. Мы через двое суток отсюда уезжаем. И в крайний день сюда приедем. Последнюю ночь. Крайнюю ночь. Проведем здесь. И заодно дадим байк. Без проблем. Заплатил уже 900 бат стоит. Без букинга. С букингом по 1000 бат взяли. Все. Отправляемся мы в путешествие на мотобайке. Поедем сейчас в сторону Шритону. Посмотрим там домики и пляж. О! Отлично выглядишь. Вообще классно. Вот так выгляжу я. К поездке готов. Отправляемся. Поснимаем там. О! Наш батэмбайк стоит. Все. В дорожку. Грун Har